Хелло, волкинский мир! С вами снова Даниил, и сегодня у меня, спустя полгода, снова попробуй не заплакать челлендж, но без лишних разговоров. Поехали! Его купила девушка на птичке. Снова вожжу к пауку, наверное, стало нескучно. Его продавший скупщик по привычке, взяв деньги, постарался улизнуть. Она была в восторге, улыбалась. Он быстро рос веселым, не больным, но с ним она совсем не занималась. Он вырос бестолковым и шальным. Был баловнем, повес и шалопаем. Он всех любил и не имел врагов. Встречал и провожал хозяйку Лайм, и терпеливо ждал ее шагов. Хозяйке нравилось, когда они гуляли. Что замечают, все теперь ее, а если к ней когда-то приставали, пес смело заступался за нее. Ему дрессуры трудно доставались. Он всех любил, и всех хотел лизнуть. От всех команд, которые давались, всегда старался тихо улизнуть. Тогда хозяйка в клуб вступит решила, чтобы на вопросы все найти ответ. На выставку пойти с ним поспешила, ведь он красавец, в этом спору нет. На выставке он в ринге шел последним. Он рад был всем и поводок тянул. Судья сказал, оценку дав соседним, что до стандарта он не дотянул. Там всем подарки разные дарили, и с ринга не ушел никто пустой. Его же с ринга просто удалили. Сказали, непородный он, простой. Сказали, что ходить он не умеет, что хендлер из хозяйки никакой, и что судья понятия не имеет, представлен пес породы был какой. Она его от злости отхлестала, а он чудак понять никак не мог, за что его любить-то перестала, и угодить хотел как только мог. Сначала его думала продать, потом хорошие искала руки, потом решила хоть куда отдать, кому угодно, лишь бы на поруки. Опять попал он к скупщикам на птичке. Пес всех любил, и всех хотел лизнуть. Смахнув слезу рукой по привычке, хозяйка поспешила улизнуть. Пес вырывался и истошно выл, был бит жестоко и неоднократно. Но все равно хозяйку не забыл, скулил и выл, и звал ее обратно. А скупщик с ним жестоко обращался, и дал понять, собачья жизнь не рай. Но через пару дней с ним распрощался, продав кому-то охранять сарай. Пес всех любил, и охранять не мог. Он только выл с тоски на всю округу. Терпел хозяин новый, сколько мог. Потом отвел к ветеринару другу. Над псом склонился за шприцом детина, чтобы закончить пса короткий путь. И равнодушно дозу детелина вколол собаке, предложив уснуть. А пес лизал протянутые руки. Как будто он людей облагодарил за избавление его от муки, жить без хозяйки, что боготворил. Надеюсь, всем ответ держать придется за то, что каждый в жизни мы творим. И нам когда-то встретить доведется тех, кто при жизни нас боготворил. В ответе мы за тех, кого учили, за тех, кого разводим, продаем, за тех, кого когда-то приручили, за тех, кого так часто предаем. Друзей не выбирают ради моды. Ведь красота душевная без лица. И верность не зависит от породы, а преданность собачьей без границ. Зачем? Вот зачем вообще я не понимаю? Я ничего не сделаю, правда. Ну а если вам понравилось это видео, не забудьте поставить лайк, подписаться на канал, нажать на колокольчик, чтобы самым первым узнавать, как дом не выйдет видео. А также подписывайтесь на мой инстаграм, ссылка на него будет в описании, добавляйте ко мне в друзья вконтакте, ссылка на мой фк будет в описании. И также вступайте в мою группу вконтакте, ссылка на него тоже будет в описании. А с вами был Панков Даниил, пока-пока, увидимся в следующем видео.